Сибирский лов Монтажная нить белого цвета Для того, чтобы монтировать тело Коричневая нить монтажная Леска Леска тоненькая 0,10 Для придания сегментов нашей мушке Затем Белый прозрачный силикон Силиконовая пленочка Зеленая силиконовая пленочка Перо фазана Фазан я беру вот такого цвета Далее Дабинг Основной дабинг для тела Я использую натуральный дабинг Из подшерстка Колонка Очень хороший дабинг Отлично ложится на нить Приятно с ним работать И цвет подходящий Далее дабинг болотного цвета Вот я себе сразу в пакетик положил Для удобства И силиконовые лапки Для того, чтобы связать Именно такую мушку Которую я вам только что показывал Ну, лапки можно использовать Не такие, конечно Можно использовать их Опять же, из пера фазана Из бородок Но в данном случае Свяжем мушку именно с этими лапками Так как это нимфа Ее нужно обязательно утяжелить Сделать это можно Свинцовой проволокой Или как в нашем случае Сделано Вольфрамовым шариком Шарик можно сделать Покрупнее Помельче Все зависит от того Насколько тяжелая нимфа вам нужна Как вы собираетесь Ей рыбачить По материалам все Приступим к вязанию мушки С первого на первого Что нам нужно сделать Это закрепить шарик Чтобы он не мешал нам работать Буквально пара витков Все, шарик сидит Вязаем лишнее Фиксируем леску Леску фиксируем На нашем крючке Таким вот образом Вводим нить назад Далее берем Прозрачную силиконовую пленочку Чтобы нам ее правильно Намотать на тело Сделать его Нужно отрезать ее конусно Вот таким вот образом Под конус Отрезаем Вот примерно так И приматываем сюда же Так Теперь монтируем тело Придавая ему Анатомическую форму Не обязательно делать Ровное тело Потому что у нас В дальнейшем Ляжет даббинг Просто нужно сделать его Попышнее Скажем так Все, я думаю Достаточно Закрепляем все это дело Узловязым Шарик у нас Маленечко Не держится Так Берем коричневую нить Будем на нее Именно даббинг Накладывать Подматываем к основанию И накладываем даббинг Вот смотрите Как хорошо он ложится Видите Ничего никуда не торчит Очень аккуратно Выглядит Ну где-то достать шкурку Я думаю Рассказывать не надо Много охотников Наверное многие из вас Охотятся Поэтому достать Шкурку того или иного Зверя В принципе сейчас Не проблема Есть социальные сети Где можно Спросить Выменить Купить На крайний случай Вот Монтируем тело Таким образом Уложить нужно плотненько Одна к одной Чтобы белая у нас Не просвечивалась Так Все Достаточно Закрепляем Все это дело Угловядом Далее Монтируем Само тело Уже пленкой Для этого Первый виток Пленки необходимо Натянуть Чтобы она Более плотно У нас Вначале Легла А дальше Сильно Натягивать Не нужно Для того Чтобы Сегменты Тела Были хорошо Видны Если натянуть Пленку Сильно То Леска Наша Не сможет Ее продавить И сегментов Видно не будет Вот Такое тело У нас получилось С пленочкой Закрепляем Ее И лишнее Отрезаем Так Теперь Самое Интересное Теперь Нужно Придать Вот эти Сегменты Которые Всем Так Понравились Что Для этого Нужно Первый Виток Лески И второй Виток Лески Делаем У основания Там Ложить Наши Перья Не нужно Будет Фазан Леску Оставляем Берем Перо Фазан Отделяем Бородки Нам Понадобится Две Бородки Отделяем И прикладываем Вдоль Тела Соответственно Таким Вот Образом Так Наложили Первое Уделяем Следующую Бородочку Наложили Второе Стараемся Сделать Это Симметрично Чтобы Усики У нас Были Одинаковой Длины Ну и Соответственно По Бокам Наши Нашего Ручейника Чтобы Они Проходили Таким Вот Образом Закрепляем И далее Начинаем Делать Эти Самые Сегменты Вот Таким Вот Образом Натягивая Лесочку После Каждого Сегмента Перо Фазан Достаточно Крепкое В данном Случа Леской Я Ни разу Его Не Передавливал Поэтому Ну конечно Тянуть Сильно Не Нужно Леску Потому Что Сдуру Можно И Сами Знаете Что Сломать Вот Такое Тело У нас Получается Все Закрепляем Оставшиеся Бородки Можно Их Оторвать Леску Фиксируем Больше Она Нам Не Понадобится Леску Зафиксировали Так Вот Смотрите Вот Такое Тело У нас С вами Получилось Такой Вот Формы Такого Цвета Очень Интересный На мой Вгляд Далее Берем Коричневую Монтажную Нить И Пленочку Нашу Пленочку Зеленого Цвета Прикрепляем Ее Следующим Образом Вот Таким Вот Образом Мы Закрепили Теперь Берем Наш Болотный Дабинг Здесь Сильно Много Наносить Его Не Нужно Поскольку Здесь Его Много Нам Не Понадобится Вот Таким Образом Сделали Немножечко На нить Еще Нужно Намотать Для того Чтобы Закрепить Лапки Их Не было Видно Сверху Берем Наши Силиконовые Лапки Отделяем Вот Лапочки У нас Получились Многие Спрашивали Как Закрепить Правильно Лапки У кого То Уходят Ножки У кого То Что То Еще С Ними Происходит Все Достаточно Просто Делается Всего Лишь Четыре Витка Сверху Лапок Крестообразных Потому Что Сверху Они Все Равно Закрепятся Пленкой Поэтому Здесь Ничего Придумать Не Надо Между Первыми Двумя Ножками Пропускаем Нить Затем Сюда Движение И Сюда Все Наши Лапки Будут Закреплены Никуда Они Уже Не Денутся Скручу Нить Чтобы Было Удобнее Делать Сегменты Теперь Натягиваем Нашу Пленочку Зелененькую Вот Таким Образом И Заводим Ее Стараемся Завести Как можно Ближе К шарику Для того Чтобы Пленочка Таким образом Согнулась В дальнейшем Если сюда Отогнуть В обратную Сторону Можно Будет Сделать Сегмент Такое Крыло Данной Нимфы Это Можно И не Делать Но Так Будет Смотреться Посимпатичнее Теперь Угибаем Назад Отрезаем Следующим Образом Нужно Загнуть Нашу Пленочку Как бы В трубочку И Отрезать Тогда Получится Точно Такая Форма Как у Крыла Отгибаем Его Назад И Закрепляем Головку Узлоязан Конечно Лак Для того Чтобы Закрепить Головку Чтобы Ничего У нас С вами Не Развалилось Лак Я стараюсь Не жалеть Пусть Он Пропитает Нить Чтобы Уж Наверняка Никуда У нас Не делось Все Крыло Можно Завести Назад Вот Таким Образом Ну В общем То Все Наша Мушка Готова Давайте Я Покажу Ее Вам Поближе Что У нас Получилось Вот Такая Нимпочка У нас Получилась Нимфа Достаточно Уловистая Проверял Ее В августе Вот В августе Я ее проверял Ездили на реку Нижняя терсь Достаточно Хорошо Она работала Не Не мелкий Хариус Скажем так На нее Клюет Опять же Все Зависит От размеров Можно Связать Ее Крупнее Можно Связать Ее Мельче Можно Связать Ее В коричневых Цветах Можно В серых Как это Делаю Я Все Уже Зависит От Вашей Фантазии Но В данной Цветовой Гамме Я ее Проверял Она Работает В общем То Достаточно Успешно Итак Друзья Если Вам Понравилось Это Видео Подпишитесь На Мой Канал Заходите В Мои Группы Они Есть Во Всех Соц Сетях Как В В В Одноклассниках Так В Фейсбуке Заходите Пишите Если Будут Вопросы Оставляйте В Комментариях Простите Какие Видео О Мушках Вам Снять Обязательно Расскажу Покажу Ну И В общем То Все Спасибо За Внимание С Вами Был Горохов Павел